28 июля в Омске прошел сильнейший ливень, затопив огромное количество улиц. Более подробно об этом вы можете посмотреть в моем прошлом сюжете. Ну а сегодня я иду в парк Зеленый остров. Вчера появилась информация о том, что благодаря корявому благоустройству после ливня там смыло ливневки и даже часть пешеходных дорожек. Пойду посмотрю это, увижу своими глазами, вдруг я там найду еще что-то интересное и обязательно расскажу вам, кто в этом во всем виноват. Погнали! Конечно же, самая важная часть в любом парке это общественный туалет. Ой, вот это да! Так, а может быть здесь? Ничего себе! Вот беда! Да действительно, зачем нужен туалет, когда вот вокруг столько мест для туалетов? Ходи не хочу! Правда? Я нахожусь сейчас в самом центре парка, за моей спиной пешеходная дорожка и туда идет уже путь на косу. Но вы только посмотрите, что здесь происходит. Какой-то поддон, куча веток. А вот здесь, ну просто посмотрите, бутылки, огромная куча мусора, стекла. И это парк. Ну вы представляете, что здесь происходит? А рядом же какая-то, не знаю, пустая местность с насыпанным когда-то давным-давно щебнем. И все, на этом процесс закончен. Вот оно, такое благоустройство здесь. Так, ну что, благоустройство уровня БОХ, скамейка, прибитая саморезами к асфальту, понятное дело. Что она уже тут вся отваливается. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не удивляйтесь тому, что над городом Омск любят смеяться. Потому что есть вот такая скамейка. И возле нее табличка, которая уже немножко стерлась. Но здесь видно, что написано место, где рождаются семьи. И мне, честно говоря, страшно подумать, что здесь творится ночью. Потому что здесь рождаются семьи. И именно в этом месте. Наверное, одна из местных фишек этого парка. Скворечник на пне. Я такую наркоманию первый раз вижу. Кто инициатор этого безумия интересного? Ну, вы только посмотрите. Это же какое-то нечто. Я такого нигде и никогда не видел. Ну, вот я добрался до самого интересного места. Друзья, как говорится, скупой платит дважды. Вот она. Экономия на благоустройстве. Размытые ливневки. Плитка. Все это поплыло. Могло, наверное, бы поплыть дальше. То есть, это довольно-таки малые потери. Слава богу, никто при этом не пострадал. Но вот он результат. Не знаю, насколько даже безопасно стоять там, где я вот сейчас нахожусь. Даже прохожие вот сейчас прошли. И я заметил фразу у них. Вот так работают деньги. Они сказали. Ну, собственно, да. Вот так вот работают деньги. Результат налицо. Администрации Зеленого острова я хочу выразить двойной дисреспект. Потому что вот вы огородили именно вот проезжую часть, да, проходную. Где люди ездят на самокатах и ходят пешком. Но, однако, люди также могут пойти и по тротуару. И я вот сейчас буквально прошелся там по траве, по земле. И у меня под ногами земля прям уходит из-под ног. То есть, вы даже здесь не удосужились огородить нормально. Чего уж можно думать о том, насколько у вас выдержит данная территория резких погодных... Резкая смена погоды и условий. Резкая смена погоды и условий. Что вот таких же чрезвычайных ситуаций могло быть бы намного больше. То есть, вот этого укрепления, его довольно мало. Где-то здесь потеряли скамейку. Ну, а теперь немного конкретики. Парк «Зеленый остров» относится к бюджетному учреждению Центра компетенции городской среды, который возглавляет единоросс Алексей Сокин. Также, помимо этого, Сокин является депутатом Омского горсовета. Вот по данной территории и вроде как живет он в одном из этих домов. Позади меня ЖК «Серебряный берег». Собственно, как раз именно Алексей Сокин и пожаловался на то, что на обслуживание парка «Зеленый остров» выделяется только лишь 7 миллионов вместо заявленных им 35. Но, как мы видим, результат здесь даже на 7 миллионов плачевный. Но работа здесь явно не на 35 миллионов. Чувак, мягко говоря, преувеличивает. Я сейчас прохожу мимо одного интересного места, где год назад здесь просто строительным мусором засели несколько деревьев. Один из рабочих, когда, собственно, производилась эта процедура, одно из деревьев сломал. Сокин тогда пообещал дать по голове одному из рабочих или бригаде рабочих. Но, как мы видим, результат по-прежнему остался таковым, каким он является сейчас. Это довольно ужасно и явно не стоит 300 миллионов рублей. Еще в далеком 2019 году Алексей Сокин сказал, что на реконструкцию всего парка понадобится примерно 300 миллионов рублей. В это же время активисты раскритиковали проектно-сметную документацию, предложенную тогда подрядчикам, на что Сокин назвал общественников «горе-экспертами». Результат работы Алексея Сокина вы только что могли видеть сами. Мне же здесь остается только добавить, что в этом году в Омский горсовет пройдут выборы депутатов, и Алексей Анатольевич в очередной раз хочет принять в них участие. Я не могу вас заставлять или призывать к чему-то определенному. Просто делайте выводы сами. Ну, а мне же только лишь остается добавить, если вам понравилось это видео, ставьте ему, пожалуйста, лайк. Обязательно подпишитесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового сюжета. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»